Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Я очень долго не хотел касаться этой темы, потому что она казалась мне провокационной и политической. Но вопросов об этом оказалось уже так много, что я просто не мог их игнорировать. Я очень хочу, чтобы комментарии под этим видео не превращались в политический холивар, потому что цель этого выпуска вовсе не в этом. Цель лишь ждать сухую экономическую статистику и ее последствия, не более того. Итак, первое, о чем говорят люди, когда речь идет о российской экономике, это российский рубль. Множество обсуждений, комментариев и видеороликов сейчас посвящено этой теме. И все они набирают десятки и сотни тысяч просмотров, а значит, народу это интересно. Подавляющее большинство людей говорят так. Рубль укрепляется, он стал чуть ли не самой сильной валютой в мире в этом году, а значит, российская экономика находится в хорошем состоянии и чувствует себя превосходно. Сильное заявление, не так ли? Но сегодня я хочу разобрать его немного глубже, курса на бирже, и поговорить о том, что означает сильная валюта для страны. А затем мы разберем конкретно, как сильный рубль влияет на прибыли Российской Федерации. Но прежде чем мы начнем, я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты тут впервые. Это очень помогает находить мотивацию для создания новых видео. А разобраться в этом мне очень помог канал Джо Блокс. Я буду его цитировать. Этот график показывает курс доллара против рубля. Ты можешь увидеть, что 23 февраля, за день до того, как произошли известные события, 80 рублей давали за один американский доллар. Когда все началось, мы увидели массивное падение рубля. В какой-то момент на бирже давали более 130 рублей за доллар, а в обменниках доллар прыгал даже до 250-300 рублей. Но с тех пор мы увидели укрепление рубля. Он дошел до отметок, которые были гораздо ниже довоенных. И в какой-то момент доллар стоил всего лишь 54 рубля. Есть множество спекуляций, почему это случилось. Как ты знаешь, огромное и разнообразное количество санкций было введено против России. Так что на Западе сейчас осталось совсем немного стран, которые торгуют с Россией, кроме вынужденных покупок нефти и газа. Эти покупки совершают страны, которые не могут мгновенно найти альтернативу российским энергоносителям. Поэтому спрос на российский рубль значительно упал из-за того, что множество стран сокращают или полностью прекратили торговлю с Россией. Поэтому укрепление рубля многие связывают с принуждением так называемых недружественных стран покупать энергоносители за рубли. Путем продажи евро или доллара за рубль и уже после покупать нефть за рубли. Это создает абсолютно искусственный спрос на рубль, что заставляет рубль укрепляться по отношению к доллару и остальным валютам тоже. Исходя из этого, означает ли укрепление рубля то, что российская экономика чувствует себя прекрасно? Чтобы ответить на этот вопрос, давай выясним, как сильная валюта влияет на экспорт и импорт. Если ценность твоей валюты растет, это значит, что твой экспорт в другие страны становится дороже. Но зато импорт при этом становится дешевле, что означает, что для твоего народа в теории импортные товары становятся дешевле. Россия сейчас является чистым экспортером. У нее очень много сырья, которое необходимо остальным странам. Например, газ, нефть, продовольствие и так далее. В январе 2022 Россия экспортировала товаров на 46 миллиардов долларов, а импортировала товаров на 25 миллиардов долларов, что почти в два раза меньше. У них невероятный кривой баланс торговли. Они экспортировали больше, чем импортировали. Но как влияет на экономику поход рубля с 80 рублей за доллар до 54? Возьмем простой пример. До войны, если Россия производила товар и экспортировала его в США, и этот товар стоил 80 рублей, и в этот момент обменный курс был 80 рублей за доллар, стоимость этого товара составляла 1 доллар. Потому что 80 рублей на тот момент и были одним долларом. Если Россия экспортирует такой же товар сейчас, и он до сих пор стоит 80 рублей, то сейчас этот товар стоит уже 1,5 доллара при актуальном упавшем обменном курсе. Чтобы купить сейчас 80 рублей, тебе необходимо 1,5 доллара, потому что рубль укрепился против доллара. Но до войны тебе нужен был только 1 доллар. Это означает, что все российские экспортные товары намного дороже. Это удорожание почти на 50%. С другой стороны, если Россия импортирует товары США, и этот товар стоит 1 доллар, до войны этот импорт стоил бы 80 рублей, но сейчас всего 54 рубля. Укрепление рубля означает удешевление импорта. Что это все означает для российской экономики? У нее есть одна проблема. Российская экономика – это по большей части экспортер. Она экспортирует в два раза больше, чем импортирует. Так что сильная валюта на самом деле не очень хороша в плане цен всех этих товаров, которые Россия экспортирует. Почему? Потому что российский экспорт на международном рынке становится гораздо-гораздо дороже, чем экспорт конкурентов. Но есть проблема еще больше. Большая часть экспорта России – это нефть и газ. А эти ресурсы международной торговли не оцениваются рублями. Все они оцениваются международными рынками. Из-за того, что ты можешь купить нефть и газ от разных стран, цены на них обусловлены спросом и предложением. То, что рубль укрепился на 50%, никак не отображается на нефти и газе. Причина, почему дорожает или дешевеет нефть или газ, заключается в росте или падении спроса и предложения. Не более того. Из-за того, что Россия не устанавливает цены на все эти экспортные товары на международных рынках, доходы, которые она получает в рублях, на самом деле падают. Как же это работает? Давай разберем конкретику на примере барреля нефти. Этот график показывает цену нефти. 23 февраля баррель нефти стоил около 90 долларов. И сегодня он стоит 110 долларов. Итак, 23 февраля, когда доллар стоил 80 рублей, продажа барреля нефти по цене в 90 долларов принесла бы 7200 рублей. Тот же баррель нефти сегодня стоит 110 долларов, но уже всего лишь 5900 рублей. Так что даже несмотря на то, что цена нефти с 23 февраля выросла на 22%, из-за укрепления рубля на 50%, доходы России все равно упали на 18%. Они теперь получают на 1300 рублей меньше за один баррель нефти, чем получали до 23 февраля. Но все становится еще хуже, если разобраться еще глубже. У России есть проблемы с продажей своей нефти. Множество стран уже прекратили ее покупать или покупают ограниченно, или планируют перестать покупать в обозримом будущем, найдя другую альтернативу. Поэтому России приходится предлагать эту нефть со скидками другим покупателям на рынке. И стало известно, что сегодня они продают свою нефть с 30% скидкой Китаю, Индии и некоторым другим странам. Учитывая эту 30% скидку, за один баррель нефти они получают не 110 долларов, а 80 долларов. При актуальном курсе это всего лишь 4300 рублей. Напомню, до 23 февраля их доход составлял 7200 рублей. Теперь 4300, почти на 3000 рублей меньше с одного барреля. А это падение дохода уже на 40%. Надеюсь, этот анализ дал тебе некоторое понимание ситуации в России. Из-за того, что большая часть экономики России это экспорт, иметь сильную валюту для России означает больше негатива, чем позитива. Но ты скажешь, что есть большой плюс. Теперь импорт в Россию намного дешевле. А значит, импортные товары для людей тоже должны стать дешевле. Но и здесь есть большая проблема. Россию удерживают от импорта. Из-за множества санкций часто Россия даже не может доставить товар, потому что многие грузовые компании просто-напросто запретили это делать. Так что пока в теории сильный рубль может привести к более дешевому импорту, в реальности импорт жестко обрезан и сокращен. Поэтому Россия пытается даже разрешить серому рынку легально импортировать товары в страну. Но проблема с серым или параллельным рынком заключается в том, что товары, импортированные таким способом, будут даже дороже. Так что даже импорт становится дороже. Я давно уже хотел разобраться с этими вопросами, которые часто мне задают в личку о рублей и его укреплении. Поэтому сегодня рассказал тебе об этом анализе. Надеюсь, теперь ты видишь, что укрепление рубля на самом деле совсем не отображает то, что российской экономике хорошо. Учитывая то положение, в котором они находятся, это даже плохо. Потому что экономика завязана на экспорте, импорт решительно сокращен, а Россия не управляет ценами на товары, которые экспортируют. Цены на эти товары регулирует только международный рынок, где работает правило спроса и предложения. Кроме этого, России приходится искать сделки и компромиссы. А тот же Китай понимает, что может использовать своего соседа для того, чтобы, к примеру, получить 30% скидки на нефть. Почему бы и нет? В итоге дела обстоят гораздо, гораздо хуже, чем были до войны. Конечно, на краткосроке этого никто не заметит, но на средние, особенно долгосроке, все эти вещи будут иметь большое влияние на экономику России. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте и новостях экономики. Увидимся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok